Дорогие отцы, братья и сестры, я вас поздравляю с наступающим воскресным днем. И сегодня за всеночным бдением, как во всякий канун воспоминаний о воскресшем Христе, мы читаем Евангелие, которое повествует нам о событиях, происходивших в Иерусалиме и близ Него, связанных с воскресением Христовым. И сегодня Евангелист Лука нам рассказывает о том, как жены мироносицы поспешили ко гробу Спасителя, не обрели там тело Иисуса, и вместо этого сподобились лицезреть Ангела Божия, который им благовествовал о воскресении Христа и направил их к ученикам, чтобы они поделились этой радостью и тем самым изменили сердца учеников Христовых с печали на радость. И вот Ангел обращается к ним, напоминает им слова Господа о том, что ему надо было пострадать, быть убитому, в третий день воскреснуть. И женщины вспоминают об этом. Но когда они прибежали к ученикам Христовым, то им не поверили. И можно заметить, что Ангел Господень и не только один, и несколько Ангелов являлись в этот момент только женщиной. И мы помним, что жены Мироносицы оставались у креста вместе с Пречистой Матерью Божией и Анном Богословом и несколькими другими учениками Христовыми, как Никодим и другие. И вот вместе с этим помним, что апостолы, видя страдания Господа, они разбежались. Поэтому и не видят они до времени, не лицезреют Ангелов, а Ангелы явились тем, которые до конца сохранили верность и которые, невзирая на страшные муки, которые могли претерпеть, будучи схваченными римскими воинами, а ведь они помнили, что ко гробу были приставлены римские воины, стражники, чтобы охранять тело Христова. И за этот подвиг любви они сподобляются видеть самих Ангелов. А Петр пришел и не увидел Ангела, а ушел, дивясь бывшему и лишь размышляя в своем сердце. И опять знаем почему. Потому что он своим словом отрекся от Христа, тем самым отпал от лика апостольского и не был способен воспринимать то Божественное, что явилось в эти дни в Иерусалиме. И вспоминая этот замечательный и поучительный отрывок из Евангелия о Воскресении Христа, наставляет нас Церковь, чтобы мы бдили и молились и старались как можно ближе быть к Господу, сохраняя заповеди Его, чтобы и нам не отпасть, и чтобы нам не потерять ту молитвенную связь с Богом, с Ангелами Божиими, со своими Ангелами-Хранителями, которые мы имеем, и тем самым иметь не только упование на Господа, но и чувствовать в своем сердце воскресение Христова и иметь ту радость, которая приходит в сердце через благодать Святого Духа, которую имели жены-мироносицы, когда поспешили к ученикам возвестить им эту прекрасную, изменившую мир, весть о том, что Христос воскрес. Я желаю вам в этот вечерний час всегда направлять свои мысли к Богу, никогда не отпадать от Него, а если и падаем, то каяться, как апостол Петр, и стараться не нарушать Новый Завет, который даровал Господь для нашего спасения. Я приглашаю вас завтра на Божественную Литургию. Первая состоится в 7 часов утра, вторая в 9.30 своим чередом. Храни вас Господь! Божественной Литургию Кремль